привет вы на канале олег ас и сегодня у нас будет видео про велосипедные фары и оптику велосипедов и каким образом освещали себе дорогу велосипедисты на протяжении 100 лет о том что необходимо было освещать дорогу первые велосипедисты задумались еще в конце 19 века и использовали для этих целей карбидные фонари почему именно карбидные фонари потому что керосиновые и свечные фонари были больше предназначены для обозначения габаритов чем для освещения дороги вперед вперед и вот на самой первой модели харьковского велозавода мы видим так называемый карбидный фонарь карбидные фонари в ссср не выпускались они были только импортными и и устанавливались в качестве дополнительной комплектации но тем не менее они позволяли довольно неплохо освещать дорогу и в темное время суток использовали такое световое устройство до электрическую эру уже в 30-е годы хвз начинает применять электрические приборы электрическую фару электрическую динамку это тоже были еще либо импортные комплектующие но производство такой вот велофары и велодинамки началось и в ссср и на довоенных экземплярах мы встречаем и советского производства такую электротехнику все это кстати работает довольно неплохо и можно посмотреть какой свет издавали велодинамки образца 1939 года это это экземпляр 41 года после войны электрические приборы также присутствуют но на советских велосипедах часто можно было встретить немецкую светотехнику вот как данный экземпляр в 14 укомплектован фарой благо почему так происходило потому что в качестве репараций поставлялись не только части велосипедов но и светотехника и под так такая фара присутствовала в сороковые года на велосипедной технике в 50-е годы велосипеды получают уже фары производства ссср и динамки тоже производства ссср это фара fg15 которая так называемая большая выпуклая и они присутствуют в обязательном порядке там на дамских велосипедах либо на люксовых комплектациях велосипедов прогресс вот точно такая же фара такая же динамка потому что это экземпляр 50-х годов при том надо отметить что данные фары были таким элементом комплектации велосипеда и на люксовых исполнениях их красили даже цвет самого велосипеда чтобы подчеркнуть так называемый его статус такая фара продержалась до конца 60 50-х годов мы ее встречаем и на мотовелосипеде в 901 с той же динамкой и присутствует она и на первых мотовелосипедах львовского мотозавода и на ранних и на последующих экземплярах велосипедов в 120 украина также мы видим именно такую фару fg15 и динамку g412 еще хочу отметить что были и в серебристом цвете такие фары которые продавались в розничной сети на модели в 130 украина дебютирует уже фара fg302 такая острая с динамкой g412 она в принципе имела те же световые характеристики но вы гулять его более стильно и прогрессивно мы ее встречаем и на модели в 134 тоже fg302 в том же дизайне встречается она и в конце 70-х годов на модели 111 411 но уже в серебристом исполнении в 80-е годы самым пиком дизайна считается такая пластиковая прямоугольная фара это копия немецкой гдр овской которые получают и велосипеды украина она еще могла быть не только в черном но и в таком вот желтом цвете в покрашенном вот мы видим что это тоже советская фара с отека единственно здесь разбито стекло поэтому мы ее не установили это самая модная фара восьмидесятые годы которая комплектовалась велотехника не только харьковского производства но и других производителей концу восьмидесятых моду входит кругленькая простая фара тоже производства ссср она присутствует практически на всей велотехнике на харьковских велосипедах и на львовских велосипедах в обязательном порядке ставилась вот такая вот круглая фара и динамка здесь уже более компактная более компактная которая управляется уже с помощью вот такой клавиши они боковой кнопки в 90-е годы большого как бы внимание светотехники харьковский велозавод уже не уделяет поэтому мог комплектовать свои велосипеды обычными катафотами спереди и сзади это все давалось на откуп самому потребителю который начинает вешать на свои велосипеды какие угодно фары производства китая и уже где-то в 2000 года в моду входят вот такие вот светодиодные фары как видите они имеют встроенный аккумулятор и разновидностей таких фар на самом деле наверно сотни то есть они могут иметь различный дизайн но принцип действия их в том что встроенный аккумулятор который можно либо подзарядить отдельной зарядкой либо юсби либо на первых порах они имели просто съемные пальчиковые аккумуляторы но на этом эволюция велосипедных велосипедной светотехники не заканчивается и мы плавно перемещаемся в 2021 году когда на хвз начали использовать динамо втулки что это такое я сейчас покажу это экземпляр 2021 года экспортная модификация и мы видим здесь вот такую вот небольшую фару и вот собственно сама динамо втулка которая выполнена в виде основной втулки для в колесе то есть ее принцип действия в том что нет дополнительной динамки сбоку не надо ничего подсоединять колесу она работает от вращения колеса вот как она работает то есть вращая колесо мы просто получаем энергию и при этом она забирает не так много кинетической энергии вращения и при езде это практически не чувствуется что вы вырабатывается энергия вы хотите можете включить эту фару можете выключить здесь есть такая вот лампочка вернее кнопочка которая на либо включается либо выключается но вот таким вот образом сейчас самое как бы прогрессивное решение в области светотехники в чем она его прогрессивность том что не нужно ничего заряжать не нужно заботиться об аккумуляторах не нужно помнить о том зарядили вы их или нет свет у вас есть всегда и свет вырабатывается довольно легко ну вот такая эволюция за сто лет от карбидного фонаря для которого необходимо было иметь запас карбида и воды и естественно в холодное время года эксплуатировать карбидный фонарь было просто невозможно кроме того это довольно опасная штука у меня на канале есть видео можете посмотреть как им надо пользоваться до абсолютно безопасных электрических приборов которые эволюционировали вот таким образом на протяжении сто лет подписывайтесь на канал оставайтесь с нами как видите у нас всегда есть чем вас удивить а